А знаете ли вы, что на днях, несмотря на занятость, митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарши Экзарс в Сея Беларуси посетил столичную среднюю школу номер 10? В начале мероприятия митрополит Вениамин провел короткую службу, в завершении которой рассказал присутствующим о духовном смысле праздника Сретения Господня, который напоминает нам не только о евангельском событии, но и о личной встрече с Богом. В своей речи митрополит Вениамин также акцентировал внимание на значимости любви к ближнему и Отечеству, необходимости глубокого осмысления истории, без чего невозможно находить правильное решение в жизни. У всех желающих была возможность задать вопросы почетному гостю. В завершение встречи его высокопреосвященство передал в даршколе икону Божьей Матери Белыноческая и духовную литературу для школьной библиотеки. Для меня важно с той точки зрения, чтобы живое общение с педагогами, с детьми, со школьниками, оно помогает глубже понять, чем живет современная школа, вуз или колледж, и вместе с тем сказать о тех важнейших духовно составляющих жизни каждого человека, без которого невозможно строить будущее нашей страны. На истории мы учимся, на истории нашей. Она требует осмысления, глубокого осмысления, чтобы избежать каких-то ошибок и, наоборот, чтобы найти правильное решение на нынешнем этапе. К слову, судя по количеству и качеству вопросов ладыки, ребята понимают, что построить прочное здание своей жизни можно лишь на правильном духовном фундаменте. Духовный мир – это важное сопоставляющее нашего мировоззрения и нашей жизни в общем. И было бы здорово даже иметь такой урок, как нравственная духовность. А директор учебного заведения, подводя итоги встречи с митрополитом Вениамином, отметила, что подобные визиты помогают понять, что волнует школьников, их родителей и учителей. Вопросы, которые задавали дети, были конкретными. Владыка давал очень подробные ответы простым, понятным языком. Духовность, духовно-нравственное воспитание, я считаю, это основа всех основ. Это то, что формирует и воспитывает патриотизм учащихся. Это то, что делает человека человеком. Детей это очень волнует, беспокоит. Посмотрите, какие вопросы они жизненные задают, их интересует все. И что такое добро, и что такое зло. Только нравственная основа, только духовность лежит в основе всего. А также обменяться мнениями и подумать о том, как дальше строить взаимоотношения с православной церковью, которая, естественно, нуждается в развитии. Только тогда оно сможет принести добрые плоды.